Привет, меня зовут Клышин Алексей, я юрист по недвижимости. Сегодня я вам расскажу, как можно проверить долг за капитальный ремонт в Московской области онлайн. Это очень важно, потому что при покупке объекта недвижимости долг за капитальный ремонт переходит к новому собственнику. И это означает, что если вы купили квартиру, не проверили долги, то вам их придется оплачивать самостоятельно. Итак, давайте разбираться. Для начала, для того, чтобы проверить этот долг, нам нужен лицевой счет. Лицевой счет можно взять вот в таком едином платежном документе, как у нас. Видите, люди достали эту платежку из почтового ящика, и нас интересует вот этот лицевой счет. 32.506-773. Мы этот счет запоминаем. С вами в Яндексе набираем фонд капитального ремонта, переходим по первой ссылочке, дальше кликаем на личный кабинет. Теперь нам здесь надо авторизироваться через госуслуги. Заходим, жмем на кнопку, авторизируемся через госуслуги. И мы с вами попадаем внутрь, в личный кабинет фонда капитального ремонта. Теперь нам нужно с вами немножко подождать, пока он подгрузится. И слева вверху у нас появилась такая кнопочка «Добавить лицевой счет». И мы вставляем наш с вами вот этот вот лицевой счет. Вот этот вот, да? Вставляем его сюда. Обратите, мы вставили, и у нас сразу подтянулся адрес. Микро-район Заря, улица Советская, дом 5, квартира 31. Нажимаем кнопочку «Сохранить». Наш счет успешно сохранен. И еще через несколько секунд мы видим, опа, у нас прогрузилась вся задолженность по капитальному ремонту. То есть, смотрите, с 2014 года по 2012 месяц 2021. Значит, мы видим, начислено 46 631 рубль, а оплачено 47 909 рублей. У этого клиента, у этой квартиры 1278 рублей переплаты. Это очень хорошо, потому что долг вам придется оплачивать самостоятельно. Хотите больше узнать о проверках недвижимости? Приходите по кнопке внизу и регистрируйтесь на бесплатный вебинар. «Как проверить квартиру и собственника перед покупкой». На этом вебинаре я разбираю 45 рисков, которые есть. И, наверное, 80% проверок можно сделать дистанционно, сидя дома на диване, так, как это. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!